Доброе утро! Ты почему в последнее время встаёшь очень рано? По ночам не спишь? Камера, рассказывай. Почему ты встаёшь очень рано и по ночам не спишь? Пару часов рано спит ночью? Ну, это в ротиночку, и, наверное, под утро ночью. А позапросто ночью всё с ночь ходила, бегала. Веселилась. Ты что, весела? Ты чего в всём утро начала просыпаться? Да, спать надо. Ты же ещё маленькая. Вон, Карина спит. Тёмочка спит. Кирюша спит. А ты чего не спишь? Ты что-то боишься? Она боится, что кухню пропустит лишний раз. Лишний три раза. Да? Чего не спишь? И бабуле спать не давала? Бабуля уложила Тёмочку спать. Камиля включила мультики. Муж уехал на работу и как раз по дороге завезёт бабулечку домой. А у меня время релакса. Сейчас буду пить кофе. У меня кофе такой вот на Скафе Гол. Сгущёнка рогачёвская. Я в предыдущем видео показывала вам, что покупала сгущёнку и мне дали рогачёвскую. Только другая вот такая вот бумага на банке. Вот мне та не понравилась. Вот эта вот классическая намного лучше. И она гуще. И думала, что это мои личные наблюдения. Но нет. Мама тоже сказала, что она покупала раз такую, раз ту. И если сравнивать, то вот эта гуще та более жидкая. Напишите, кто-то такое заметил или только мы. И у меня здесь печенье ухрёло. Сладкие ручки пимпы. Их надо целовать, а не кусать. После утреннего душа такой прилив энергии, сил и бодрости. Сейчас буду ухаживать за собой. Нанесу на лицо вот такой вот скраб для лица с розой и ягодами. Вчера кожа, конечно, стрессанула хорошо. Потому что столько мы ходили целый день. Целый просто день. То холодно, то жарко. Ну и конечно же, в первую очередь, там страдает наша кожа. Не надо за ней ухаживать. И нанесу на губки такой вот скраб для губ. Очень классный. Чтобы потом помадка ложилась на губы очень красиво, ровно. И губы были мягкие. Кто-то учуял запах вкусного и прискакал. Чего пробежала? Потому что мама с утра испекла свой фирменный пирог. Сейчас поставим тебе чай. И будешь кушать и пить чай, да? Где-то уже завтракала, уже и даже перекус у тебя был. Еще один будет перекус. Красотка, Камила. Камила, это твой чай, но он сейчас горячий. Пирог я тебе нарезала кусочками. Своими руками давай, да. Ну хочешь, ты ручку бери. Камила и левый, и правый может, но больше конечно левый. Давай в ротик к себе. Молодец. Умничка. Ну наш спортсмен, как всегда. Идем здесь через двор. Он останавливает, убежит раньше нас. Тёма, смотри какой я. Всё, наконец-то мы Тёма в коляску положили. В этом дворе очень красивые розы. Мы хотим пофотографироваться. Сейчас идем. Так, сейчас мы зашли на рынок. Иди в Кирчхеллу. Кирчхеллу хочешь? Нам надо купить клубнику. Девочки мои идут. Идите вперед. Так, картошка. Помидоры 65 рублей. Ничего себе, огурцы 30. Можно картошки 2 килограмма покрупнее? А, нет, да. Чеснок. Так. Чеснок есть. Помидоры. Можно помидор немножко взять. У нас ещё один из бочек. Да, да, да. Кирюш, ты повезёшь на самокате картошку? Всё, молодец. А вот эти вот помидоры, вот эти тёмные, они сладкие? А почему они? Ну, давайте их возьмём сейчас. Здрасте. А дайте нам таких килограмм помидор тёмненьких. Они сладкие? А? Сладкие эти помидоры, да? Да. Это земляничная, да, клубника? 140-150, слышишь? Сейчас возьмём клубнички. Так, персики. Черешня. Вернулись мы уже в наш двор. Кирилл с Кариной понесли продукты домой. Сейчас возьмём побольше бутылку, чтобы мы купили воды. И пойдём гулять в другой двор на качеле. Тёмочка, она соснула. Сейчас такая неприятная ситуация случилась, вообще такое терпеть не могу. Женщину знаю уже очень много лет. Она торговала раньше недалеко от моей мамы, сейчас переехала на другой рынок. Вот, и всегда у них там покупаю овощи в последнее время. У меня знакомая там вообще постоянно покупают. Но она не перевешивает ничего, и я тоже этим не занималась. Вот, потому что доверяюсь, да, людям. И сейчас я купила, значит, картошки, 50 рублей килограмм. И 2 килограмма картошки, она говорит, там чуть-чуть больше. Я говорю, хорошо, у меня как раз Камилка начала нервничать. И помидоры вот эти вот черные, 130 рублей. Она говорит, тоже чуть-чуть больше. Я говорю, 310 рублей. Я ей даю 500, и говорю, у меня 10 рублей нет. Она говорит, хорошо, потом занесёшь. Ну, конечно, так как знает, да. Вот. А я потом иду, взяла эти пакеты, что Кирилл повесила, кстати, на самокат взяла. А я уже знаю, что такое чуть-чуть больше, и примерно сумма, да, когда сопоставляешь её с ценой. Вот. А там вообще и близко не пахнет 310 рублями. Я потом там у мальчишек покупаю всегда крупы. Вот. Вернула за рисом, что забыла его в первой покупке купить. Я говорю, можно вас перевесить? Он говорит, да, конечно, без проблем. В общем, помидоры на 153 рубля, а картошка на 124 рубля. А у меня итого 310 рублей. Я им ещё якобы должны 10 рублей. Знаете, мне так неприятно, так противно. У нас уже вот в Евпатории вот многие торгующие вот от этой хрени ещё не избавились. Я не могу сказать, что другие города Крыма дурят или нет. Но у нас в Евпатории на рынках очень часто, к сожалению, такое бывает. Думала уже хотя бы наших местных местные не дурят. А фиг там они и местных, и курортников, и знакомых вообще ничем не брезгуют. Да, я позвонила знакомой, которая вот там покупала, и я после неё начала там покупать. Я говорю, вот так, вот так. Она говорит, всё, больше я к ним не пойду. Позвонила Даша, соседке. Она говорит, а ты что? Не знала. Многие на неё жалуются, что они дурят. Говорит, и я, говорит, тоже раньше покупала. Кирилл, идём сюда, идём. Говорит, раньше покупала, а теперь, говорит, у них там не покупай, потому что они, говорит, уже офигели, дурят на весах, ещё и грубо разговаривают. Но со мной-то они грубо не разговаривали, но это круто надурили. Честно, было желание, конечно, вызвать Роспотребнадзор, но не хочется себе портить настроение. Ну, блин, вот. Люди вообще уже совесть потеряли, да, вот у них покупают. И так, они зарабатывают. Но вот эта вот гниль в людях осталась, к сожалению. Прям, фу, как неприятно. Прям, чересчур. Противно аж. А мы идём вот туда, во двор на площадочке погулять. Сейчас минут сорок погуляем, потому что у нас во дворе делают пищу. Мне интересно. А Тёмочка спит. Домосим тоже, наверное, не вариант идти. Поэтому, слава Богу, что устроятся новые районы с хорошими площадками. Ставила детей на детской площадке с Тёмочем сейчас идём к подруге моей. Забрать у неё надо каталоги. В общем, мы не просто выходим гулять. Мы совмещаем приятное с полезным. Входим на рынок, скупляемся, гуляем, работаем. Потому что мы без работы никуда, девочки. Работать надо, и все эти мои дела тоже кроме меня никто не сделает. Сейчас заберу каталоги, сюда под соседки их занести. В общем, поработать немножечко. И потом уже домой покупать детей, быстренько готовить обед. В общем, как у всех всё. Иду на площадку за своими малышами. Уже как мне нравится этот район. Буквально пару лет назад здесь было поле. А сейчас такая красота, которая радует глаз. Придела я своих малышей. Идём сейчас на большую площадку на минут 20. И уже пойдём домой. Уже как же здесь красиво. Кир, вон, самолёт военный летает. Ты не видишь где? Нет. Только слышно. Розочки, какая красота. Сейчас земли пофотографируемся. Чтобы зимой, холодными вечерами смотрели. Такие сочные, яркие, жаркие фотографии. Дёшка беременна. Воспоминания. Что я тоже недавно такая была. Блин, девочки. О, магазинчик здесь открыли. Где есть такой? А, мне, кстати, 50 рублей такое осталось. Я всё потратила. А у тебя есть деньги? Да. А откуда? Держи, мама, я потерпела. Ха-ха. У меня тоже такая была. Вы знаете, надо каждым моментом успевать наслаждаться. Ну давайте. Если что добавлю. У меня только 50. Только про Кирюшу тоже не забывайте. Всем поровну всё. Кирюшка уже лазит. Катала Кирюша с ветерком. Ну как, Кирилл? Нормально. Нормально? А ну катайся. Куда меня покатаешь? Классно. Что-то там уже девочки купили себе. Здесь хорошо, никого нету. Тишина и покой. Что купили? Сухарики. Ну такое же нельзя. У Каринки тоже классный костюмчик. И у Камилки классный костюмчик. Я им сейчас покупаю вещи одни на двоих. Они носят. Кстати, вот такие вот классные костюмы по хорошей цене в магазине Солнышко на рынке универсал. Заходите к нему. Еще и скидочки бывают. И самые-самые низкие цены. А вот такой костюмчик, как у Кирилла. Это бренд Vanex. Мне очень нравится. Турецкий. Я его брала в магазине Simba. Двум магазинам бесплатная реклама. Давай, подержи. Ну давай. Моя сумочка Mango. Перекочевала как-то к Карине. Карина, у тебя не жмут мои тапочки Half Figure? Нет. Нет? Нормально? Нормально. Ну так, все. Доросла девочка. Давай. А как она в прошлый раз туда садилась? Ой, а она туда не могла исполнить. Беленькая, новенькая. Ну на, подержи. Я посажу. Кирюша уже открыл. Ами. Давай, держи. Держись, Пимпа. Кирюша, отходи. Держи, Пимпа. Кирюша, отходи. Уху! Такая серьезная. Я не хочу ходить дальше. Уху! Кирилл, иди сюда. Уху! Уху! мне нравится на этих детских площадок что есть не только качели ночи какие-то развивашки а дети играют в крестики-нолики например кто победил еще никто ничья ничья со всех сторон камни кормят за рука не знаю ветерочек в тему как мелкие защитки красные сейчас давайте доедайте сухарики 2 рубля 2 рубля возьми иди и купи воды я тебе дам 5 рублей так удобно везде у нас стоят такие вот аппараты и не надо тратить деньги на воду мы с собой берем бутылку так намного дешевле получается вот та же вода не газированная да стоит например как бутылка где-то 35-40 рублей а здесь было 4 рубля стоить главное не забывать бутылку с собой брать ветерком все кипит молодцы так быстро строят заказала такой вот набор массажера су-джок у нас уже был такой набор но у нас куда-то улетучился с этого штучка и маленький шарик разбился поэтому заказала новый вообще вот эти наборы су-джоке очень классная штука не только для особенного детей делать массажер но и для обычных и для взрослых и для всех я заказывала на сайте компании фаберлиф но также можно их купить в любой аптеке на маркетплейсах где-нибудь в общем можно почитать о них для чего и что и здесь вот видите показано можно на стопы можно на ручки а можно и на спину тоже мы когда ходили к массажисту у него тоже был набор су-джоке он использовал камилки для массажа я тоже так вот каждый каждый пальчик вот таким вот колечком прорабатываю и говорил нам что дома тоже надо это все дело делать я все забывала заказать у нас был мы делали но как я уже сказала потерялась разбилась какое-то одно количество времени мы не делали вообще делаем такой массаж и два раза в день обязательно я себе тоже люблю делать каждый пальчик с этим колечком так вот хорошенько прорабатываем напишите пожалуйста вы делаете су-джок массаж для своих особенно веток если никогда не пробовали то вам советую попробовать это очень круто у него положу капризничает потому что кладь ты ночью не спал скоро будет ложиться на дне носом да моя пинточка массажа это кайф за тебе буду еще стопы массажировать вообще конечно желательно два таких набора имеет один для стоп не для пальчиков а для рук щекотно она надо стопы было надо ничего страшного берем такой большой шарик и массируем щекотно конечно к этому надо привыкнуть через какое-то время она уже привыкнет ну пока на начальном кто бы мне такой массажик поделала я бы с удовольствием тоже так полежала щекотно тебе маленьким шариком сладкие ручки но надо кайф не убегаем что за претестник надевать его чтобы вы сидите лежать на вторую ручку на сюда темочка после душа переоделся мы его в день несколько раз переодеваем сейчас он будет кушать а я себе нанесу такую вот маску для лица мультивитаминную пребиотическую красмасочку пока будет работать и я буду кормить своего вот этого пухляша маленького Машала Машала сладкие ножки и кто-то из девчонок написал что на темночку носочки как гольфики уже становятся как носочки как хочется чего-нибудь из-за вот такого скоро начну уже есть тортики вот это вкусное вот это вкусное там тёмоч залез Карине на ручки и обязательно надо на фитболе прыгать а я купила морозино такое вкусное кстати будете в Крыму обязательно попробуйте это сакское морозино птичье молоко очень вкусное так вот